МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите сегодня в выпуске. В 2015 году увеличился средний тестовый балл по 10 предметам. Экспериментальная площадка себя оправдала. Единый государственный экзамен в Орловской области прошел без эксцессов. Дом на гостиной, аварийное здание, в реестр памятников архитектуры не попадает. Через 15 дней они уже готовы нас принять. Протянуть руку помощи. 11-летнему орловскому мальчику срочно нужны средства на лечение в Германии. Штурм 17-этажки сегодня в Межевом переулке прошли учения МЧС. Группе компаний «Таврида Электрик», в состав которой входит Орловский филиал, присудили национальную промышленную премию «Индустрия». Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил награду главе предприятия на международной промышленной выставке «Иннопром-2015» в Екатеринбурге. Спасибо большое за отказ на доверие. Я надеюсь, мы его оправдали. Премия «Индустрия» была учреждена в прошлом году приказом Минпромторга, а в этом году получила статус правительственный. Ее цель – поиск точек роста, продвижение успешного опыта инновационных компаний. Кстати, глава ведомства Денис Мантуров в апреле посетил Орловский филиал «Таврида» и отметил серьезный потенциал завода и группы компаний в целом. В 2015 году Орловский филиал планирует увеличить объем выпускаемой продукции почти до 550 миллионов рублей. Еще два года назад цифры были почти в два раза меньше. Президент ставил задачу – повышайте производительность. «Таврида» в принципе на производительность работаем всегда, на всех этапах от разработки продукта, заканчивая реализацией на уровне решения. И мы говорим о том, что сейчас у нас, если участок начинал в составе 12 человек, сейчас будет работать 4. По объемам производства изделий группа компаний «Таврида Электрик» входит в тройку мировых лидеров, наряду с крупнейшими электротехническими концернами. В этом году ЕГЭ прошел на хорошем организационном уровне, отметила вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец в ходе селекторного совещания с регионами. Орловскую область на всероссийской видеоконференции представлял заместитель губернатора и председателя правительства Вадим Соколов. Очень важно, уже второй год подряд у нас не допущено ни одной утечки в сеть интернета. У нас были нарушения. Число нарушений у нас было 1124 зафиксировано. И сегодня у нас есть возможность спокойно отработать каждое нарушение, уже выявленное, или то, которое будет выявлено в течение ближайшего времени при проверке или уточнении, или апелляции тех или иных заданий. Работа по организации ЕГЭ, а также уровень знаний школьников получили высокую оценку Министерства образования и науки Российской Федерации. Напомним, наш регион был определен экспериментальной площадкой Рособранадзора для внедрения проекта разделения экзамена по математике на базовой и профильной уровне. Впервые орловские выпускники сдавали устную часть иностранного языка, писали итоговые сочинения или изложения. О результатах и организации ЕГЭ недавно речь шла на заседании правительства. Результаты, полученные в Орловской области, объективно отражают уровень общепрозавательной подготовки учащихся. По сравнению с результатами 2014 года, в 2015 году увеличился средний тестовый балл по 10 предметам. И улучшили свой личный результат школьники Орловщины по сравнению со средним российским показателем в 2015 году еще на 5 предметов. Напомним, 36 орловских выпускников получили максимально возможный балл за экзаменационную работу, в том числе свыше 20 по русскому языку. Два выпускника имеют 100 балльные результаты сразу по нескольким предметам. В целом по стране в 2015 году также увеличилось число 100 балльников. Судьба архитектурного памятника на гостиной обещает решиться в ближайшее время. На портале правительства Орловской области появился документ, обосновывающий проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. С этой целью эксперты предлагают разобрать аварийное здание, а на его месте построить другое, четырехэтажное здание известного российского архитектора 19 века, уроженца Орла, Тибу Бриньоле. Ксения Туркова узнала о планах и о том, что думают на этот счет орловчане. Дом купца Сильверстова уже приходилось однажды восстанавливать почти с нуля. Постройка 1880 года была практически уничтожена во время отступления фашистов. Взорванный тогда мост повредил большую часть здания. При восстановлении же оригинальный облик был утерян. Время вернуло вопрос реставрации. Только сейчас он не только актуальный, но еще и спорный. Его надо, наверное, уже сносить. Мне кажется, надо оставить. Мое мнение – снести. Жарких споров вокруг так называемого дома купца Сильверстова все больше. Именно так его нарекли в народе. Большинство же экспертов в несении уцелевшего здания в реестр памятников ставят под вопрос. Факт тому – архивные сведения. На месте этой постройки располагался каретный сарай. Схематично стояли два храма, которые своими куполами создавали акценты. И остальная застройка была уже не столь важна. Она носилась о подчиненной характере. В случае сноса аварийной постройки, воссоздать ее планируют по оригинальному проекту Тиба Бриньоля. А это значит, что здание как минимум вырастет. Возможно повышение этажности какой-то. Может быть за счет мансардных каких-то решений. Может быть за счет вылеченной крыши. На мой взгляд, такие решения могли бы здесь сохранить ситуацию. И если в вариациях решений наблюдается разнообразие, то в необходимости оперативных действий не приходится сомневаться никому. Ни жителям, ни членам общественного совета. В лучшем случае оно не сегодня завтра обрушится. А в худшем случае это может привести к какой-то более серьезной трагедии. И, конечно, этот вопрос уже давно должен был бы быть решен. Светлана Четверикова в решении вопросов сохранения объектов культурного наследия призывает перенять опыт Великого Новгорода. Уникальное богатство прошлого там сохраняют иначе. Опыт по реконструкции своих памятников, храняемых ЮНЕСКО, и в частности церквей 13-14 века, когда остается тоже только небольшая часть историческая, буквально не более 10% памятника, и дальше делается реконструкция с сохранением той части, которая представляет историко-художественный и культурный интерес. Сейчас новые предложения находятся на рассмотрении в Министерстве культуры. В случае, если планы одобрят, то дело спустя десятки лет наконец-то сдвинется с мертвой точки. Ксения Туркова, Павел Джумабаев, Антон Яковлев, телеканал Первый областной. Без малого два года длится строительный спор между городадминистрацией и ООО «Вдохновение». Предметом спора стало строительство торгового центра на улице 60 лет октября. Мэрия осмотрела там большое количество несоответствий, начиная от нарушения границ красной линии, заканчивая отсутствием разрешения на строительство. Не единожды стороны встречались и в суде, каждое решение которого ООО «Вдохновение» спаривало. Однако 14 июля в этом деле все же была поставлена точка. Федеральный арбитражный суд в городе Калуги постановил, что решение арбитражного суда является законным обоснованным, а позиционная жалоба удовлетворению не подлежит. Теперь застройщику придется снести здание за свой счет. В противном случае эти хлопоты возьмет на себя мэрия, но также за счет владельца. О мерах против болезни века, ВИЧ-инфекции, говорили в правительстве области. Свои предложения представителям власти озвучили врачи, сотрудники госнаркоконтроля, полицейские. Обстановка, по словам специалистов, за последние годы в регионе сложилась непростая. Кроме этого, в общей массе инфицированных возрастает доля женщин. Одна из причин распространения заболевания – несвоевременное обследование и выявление болезни. Чаще всего это общая слабость, мышечные, суставные боли, потери аппетита. В связи с этим пациенты к нам обращаются, конечно, поздно. И уже на той стадии, когда формируется цирроз печени, либо рак. Рост отмечается по статистике вирусных гепатитов. Сейчас состоящих на учете в нашем регионе более 5000 человек. В списке мер противодействия, создание координационного совета, усиление мер профилактики, а также организация в регионе системы комплексной реабилитации. Озвученные предложения выступающие внесли в резолюцию. Диме Попридухину требуется пересадка костного мозга. В ноябре 2014 года врачи выявили у 11-летнего мальчика рак крови. Все это время родители потратили на обследование. Прошли госпитализацию в московской клинике. После чего им порекомендовали лечиться у немецких специалистов. И вот недавно семья получила счет из клиники Германии. Без вашей помощи не обойтись. Виктория Юркова расскажет. О том, что с младшим сыном случилась беда, Ольга Попридухина поняла не сразу. Небольшие пятнышки на лице походили на веснушки. Так женщина думала поначалу. Мы проснулись, а он весь в синих пятнышках. Как будто пшенку рассыпали по всему телу. Была температура, его положили в инфекционное отделение. Он провел там ночь. На утро мне позвонили домой и вызвали срочно в больницу. Ольга Викторовна, онколог, она поставила Диме диагноз. Сказала, у вас 99% диагноз острый лейкоз. Из детской областной больницы Диму перевели в московскую клинику, где провел он долгие 8 месяцев. Столичные онкологи порекомендовали маме немецких специалистов. На днях Попридухиным выставили счет. Мы выставила счет университетская клиника детско-онкологическая города Тюнинберг. Они нам выставили счет 465 тысяч 545 евро. И плюс услуги посредника, это 590 евро. Они готовы нас принять, ну самые края, через 15 дней они уже готовы нас принять. В пересчете на нынешний курс рубля для трансплантации костного мозга Димы семье необходимо собрать около 30 миллионов рублей. Только при наличии средств семиклассника начнут готовить к операции. Одно радует, говорит мать, донора искать не нужно. Им может выступить старший сын Ольги. Помочь Диме можно, перечислив деньги. Реквизиты вы видите сейчас на своих экранах. На счету каждая минута. Виктория Юркова, Олег Фомин. Телеканал Первый областной. А город подумал, учения идут. И оказался прав, сегодня 4-й дом по переулку Межевому подвергся вторжению людей в форме цветов МЧС. Около трех часов вокруг дома суетились спасатели, транспортировали пострадавших и штурмовали 17-этажное здание. Как оказалось позже, это были соревнования. И жители близлежащих домов, особенно дети, наблюдали за происходящим с нескрываемым любопытством. Дмитрий Пустовой на себе испытал, каково быть спасенным с 9-го этажа. Причем нетривиальным способом. На старт! Внимание! Марш! 5 команд, по 9 человек в каждой. Главная задача не просто вывести людей из горящей и задымленной квартиры, но и сделать это как можно быстрее. Провести на наличие пострадавших на 9-м этаже и подать ствол на условно тушение пожарных. По легенде соревнований возгорание произошло на 9-м этаже. Только благодаря четкой и слаженной работе команда достигает необходимой синхронности. У каждого своя задача. Отделение на цистерне занимается спасением людей с высоты, с помощью кислородных и воздушных противогазов. Отделение внизу принимает пострадавших и оказывает им первую медицинскую помощь. Сергей Чумаков и компания выступали первыми и не могли знать, что впоследствии переплюнуть их не сможет никто. Наша попытка, считаю, прошла более-менее успешно. Есть над чем работать. Для того и существуют эти соревнования. Эвакуировали пострадавших всеми возможными способами. Если подъезд не в огне, то по лестнице. Если же этот путь отрезан, то посредством веревок и рукавов. Этот пожарный рукав применяется для массового экстренного спасения людей, когда все остальные способы невозможны. Кстати, за всю историю МЧС такие способы спасения применяются только на учениях. Соревнования призваны довести взаимодействие всех систем до автоматизма, говорит Алексей Гераськин. Ведь на реальных пожарах и живых людях тренироваться времени не будет. Мы оттачиваем слаженность мастерства лично состава, но при выполнении специальных работ, при спасении людей с высоты и тушении пожаров на высоте. Недочеты есть всегда, но мы как бы старались к соревнованиям. Вот каждый год участвуем. В итоге лучшей и по скорости, и по технике стала пожарная часть номер два. Специализированной части по тушению пожаров досталось серебро и замкнули тройку призеров ПЧ номер пять. Дмитрий Пустовой, Эдуард Чернаус, Костериканал, Первый областной. Йога, фитнес, воркаут и многое другое. 8 августа орловчане на день могут стать участниками рукопискультуры. Занятия пройдут на открытой площадке в детском парке города Орла. Мы постараемся пригласить спортивные секции, где маленьким детям будут предлагаться поучаствовать, принять участие в секциях каратэ, секциях дзюдо, секциях бокса. Сказать привет физкультуре могут абсолютно все желающие. Старт спортивного праздника дадут в 10 часов утра. Акция носит не соревновательный, а скорее просветительский характер, поясняют организаторы. Также обещают массу подарков и сюрпризов. Все приходите, приходите для того, чтобы заняться спортом, для того, чтобы быть здоровым. Те, кто занимались, хотят, не хотят, в любой форме найдется, чтобы сделать. И на сегодня это все. Интересную информацию сообщайте нам по телефону 76 10 28. Телефон нашей горячей линии 508 088. И не забывайте писать на наш сайт obladin.ru. Я прощаюсь с вами. До встречи. Орловский государственный институт экономики и торговли продолжает набор по направлениям подготовки среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Телефон приемной комиссии 43 50 78. Адрес город Орел, улица Октябрьская, дом 12. Прием ведется на бюджетной и договорной основе. При приобретении или продлении электронных проездных билетов необходимо предоставить в отделении почтовой связи следующие документы. Проездные для учащихся, паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Справка об очном обучении в учебном заведении города Орла. До 15 июля портрет на памятник бесплатно. danilomaster.ru Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин из Танислав Иванов. Ничего не шара, просто здоровым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10 на экспресс-радио. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фото-сувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка 250 рублей. Футболка 500 рублей. Подушка 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел Шумяна 37, первый этаж. Звони 760908. Телеканал Первый областной объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 444020. Иванович. Пол Запад Сил Редактор субтитров А.Семкин